Почти месяц прошел с того момента, как была потеряна связь с территорией, которая сейчас называется карантином. Более 100 миллионов жителей нашей страны считаются пропавшими без вести. Данные до сих пор уточняются. Субтитры создавал DimaTorzok который, прослушай внимательно, мой ищущий зритель. Можно даже с закрытыми глазами. И я сделал эту выжимку для тебя, потому что мне захотелось поделиться своими впечатлениями. На мой взгляд, все остальное в этом фильме это шелуха. Барень, стой! Тебе нужно поехать со мной. Я мог бы обойтись без этого, но короткая демонстрация силы всегда гораздо эффективнее долгих объяснений. Как думаешь, я могу заставить их спустить к урока? Правильно. Скоро здесь будет миллион таких, как я. И все они будут желать одного. Уничтожить вас. Всех до единого. Я на вашей стороне. У нас мало времени. Но если ты меня выслушаешь, я постараюсь тебя убедить. Ты не человек, кто ты такой. В вашем языке самое близкое слово – Бог. Я готов ответить на все ваши вопросы, но времени у нас не так много. Вы кто из разведки? Черт. Как ты? Я один из тех, кого вы бы назвали пришельцами. Но я на вашей стороне. Ты хочешь сказать, что все это из-за излучения, которое сделало 160 миллионов человек послушными рабами инопланетян? Если упрощать, то да. Я должен был передать команду на запуск излучения, когда Луна будет над Мировым океаном. Но я дал сигнал, когда Луна закрыла эту часть суши. Излучение сквозь нее не прошло. Отсюда и ваш круг жизни. Сознание тех, кто остался за пределами круга, больше им не принадлежит. Они просто выполняют команды, как программы. Скоро они стянут все свои силы к границам круга и нападут на вас. Это будет началом третьей волны колонизации. И зачем вам наша планета? Наша звезда должна была потухнуть. Мы искали, куда переселиться. Ваша планета – идеальный вариант. Солнце – молодая звезда. Планета еще долго будет пригодна для жизни. То есть вы хотите нас уничтожить? И для этого волны колонизации? На самом деле, выражаясь математически, еще была нулевая волна. По системе колонизации, созданной нашей расой, нулевая волна – это удар биологическим оружием, которое должно было подчинить себе планету, пока корабли будут находиться в пути. Наша звездная система находится очень далеко от вашей. Не понимаю. Так как колонизационный корабль не может преодолевать скорость света, сначала мы через гиперпространство выбрасываем на новую планету малый корабль с биологическим оружием. Он оказывается там практически мгновенно. После этого основной корабль начинает движение. И в течение двухсот тысяч лет, к моменту прибытия, планета уже готова для новых обитателей. То есть они прилетят только через двести тысяч лет? Нет, они прибудут завтра. То есть они прилетят только через двести тысяч лет? Нет, они прибудут завтра. А это нулевая волна, удар биологическим оружием. Ты как-то это предотвратил? Или оно само не сработало? О нет, что ты, еще как сработало. Наше оружие совершенно. Попав на планету, оно начинает развиваться, нападая на все формы присутствующей там жизни, уничтожая или порабощая их. Так нам удалось избавиться от населяющей землю, развитой расы. От нас? Вы же в самом деле не думаете, что это люди построили пирамиды и подводные города? Что ты говоришь? Вы же в самом деле не думаете, что это люди построили пирамиды и подводные города? Что ты говоришь? Человек. Это наше оружие. Вы – наш совершенный захватчик. Идеальный вирус. Вы истребили коренных жителей и освободили нам место. Посмотри, как мы похожи. Две расы из разных звездных систем не могут быть так похожи. У нас одна ДНК. То есть мы – это вы? И создал Бог. Человека по образу и подобию своему. Но если быть точнее, вы – продукт нашей генной инженерии. В чем-то усеченная версия нас. Мы отобрали у вас псионические способности, вернули половые признаки. Они пробудили в вас животный инстинкт, эмоции. И в совокупности с вашей смертностью, желание размножаться необдуманно и стремительно. Так вирус мог распространяться быстрее. В результате вы справились на несколько тысяч лет раньше, чем мы рассчитывали. Вы не знаете ни пощады, ни жалости. Вами движут только размножение и насилие. В уничтожении жизни вы не знаете себе равных. Зафиксировано движение. Именно поэтому первая и вторая волна должны были истребить вас всех, оставив только рабов. Иначе вы не остановитесь, пока не уничтожите все на своем пути. Это какой-то бред. Вам придется поверить. И чем быстрее вы примете правду, тем больше у вас шансов на победу. А точнее у нас. У нас? Разве ты не с ними? Ты же должен управлять ими. Не совсем. Я и еще один прибыли на том корабле вместе с вирусом. 200 тысяч лет назад. Мы должны были присматривать за вашим развитием и встретить приближающихся собратьев. Я был уверен, что к этому моменту в живых остался только я. Но, видимо, я ошибался. А тот, который управляет ими, он такой же, как ты? Именно. Его зовут Ра. Он их хозяин. И они представляют из себя единое целое. Его нужно убить. Тогда я смогу взять контроль над ними и обезвредить их. Но для этого мне надо найти его. Поэтому я здесь. Из-за Саши. Он может увидеть Ра. Надо отвезти его на аванпост как можно ближе к карантинной зоне. Я и мой помощник поедем с вами. А если все, что ты здесь мне рассказывал, вранье? И ты на их стороне? Ты должна сама принять решение. Вы вообще смертны? Бессмертия не существует. Но я буду жить вечно, если меня не убить. Мы умеем изменять структуру своего тела и обновлять старые клетки. И вы можете исцелять любые болезни? Да. Например, церебральный паралич. Я ходить не мог. Вообще ног не чувствовал. Это так? Так ты покупаешь преданность? Я ничего не покупаю. Я помогаю. А Женя по своей воле помогает мне. Это и дает нам преимущество перед рабами. Вы все спите. Но ты, Юра, проснулся. Это все война. Война делает человека тем, кем он создан. Ты разбудил свою истинную природу, и это делает тебя сильнее остальных. Я не знаю. Не бойся. Все так, как должно было быть. Что нам делать дальше? Вы будете делать то, для чего были созданы. Убивать. Воины всегда делали вас сильнее. Сильнее настолько, что вы стали представлять для нас опасность. Рак увидел это и придумал для вас религию, построенную на любви. Он надеялся, что войны прекратятся, и человечество застынет в младенческом состоянии. Любовь к ближнему и полное отсутствие технологий. Но вы сами сделали религию поводом для новых войн и бесконечных конфликтов. Вы продолжили убивать друг друга. Это то, для чего вы рождены. Природа вируса всегда берет свое. Вас нет ни любви, ни жалости, ни милосердия. Все это для вас выдумал Ра. Когда они прилетят, вы убьете их всех. Я покажу, как. Почему сейчас? Почему ты не появился раньше? До того, как погибло 8 миллиардов человек? Ты же мог отменить излучение, разве нет? Мог. Но тогда изначальный план был бы нарушен, и корабль перешел бы в защитный режим. Сейчас они ничего не подозревают, и у нас есть шанс. То есть для тебя это математика. Жизнь человека. Ты позволил им убить людей просто так, для того, чтобы сработал твой план. Так же, как ты позволил умереть всем на ванпосте. Вас выжило достаточно. Больше не нужно. Да. То есть мои родители тоже не нужны. Не нужны? Ты еще не понял? Вы и ваши дети станете началом новой цивилизации. Вы веками верили в существо, которого никогда не видели. Теперь ваш бог будет всегда с вами. Только ты не бог! Ты дьявол, да? Я все это время помогал тебе! Я бог, которого вы заслуживаете. Остань нас в покое! Убери пистолет, дура. Он нам нужен живой. Тут сейчас будет миллион таких, как он. Как ты с ними собралась воевать? Этим пистолетом? Лучше этим пистолетом! Чем он дальше мне будет пудрить мозги? Молодой режиссер Егор Баранов. В интервью 2017 года сказал, что все его работы – это проекты, которые ему предлагали. А он либо отвергал, либо принимал их к творчеству. Его фильмы – «Соловей, разбойник», «Саранча», «Гоголь». Продюсерами фильма «Аванпост» в титрах значатся Валерий Валерьевич Федорович, директор телеканала ТВ-3, и Евгений Владимирович Никишев, генеральный продюсер телеканала ТВ-3. То есть проект спонсировался телекомпанией ТВ-3. Или через эту компанию. В фильме «Аванпост», на мой взгляд, показана одна из версий происхождения человека на Земле. Две расы из разных звездных систем не могут быть так похожи. У нас одна ДНК. То есть мы – это вы? И создал Бог. Человека по образу и подобию своему. Но если быть точнее, вы – продукт нашей генной инженерии. Но если быть точнее, вы – продукт нашей генной инженерии. Лично я увидел несколько значительных параллелей и провел ряд аналогий с глубинной книгой Владимира Пятибрата. В части понятия богов, вирусов, микробов, микророботов, а также в части происхождения человека и его изначальной однополости. Мы отобрали у вас псионические способности, вернули половые признаки, они пробудили в вас животный инстинкт, эмоции. И в совокупности с вашей смертностью, желание размножаться необдуманно и стремительно. Я было даже подумал, что молодой режиссер Егор Баранов прочел ту глубинную книгу, и она его вдохновила на «Аванпост». Но когда я начал изучать информацию о нем, то понял, что он не имеет отношения к сценарию фильма, от слова «совсем». Рекомендую к прочтению для переворота твоего сознания ту книгу. Концепция Владимира Пятибрата не похожа ни на что другое. Он перевернул все с ног на голову. «Белое» покрасил черным, а черное выбелил. Так что же нам показали в фильме «Аванпост»? Может, это программа варианта развития событий, спущенная сверху, с которой каждый либо соглашается, либо нет? Или это нам озвучили правду? Или, как всегда, лишь ее часть? Ведь нам давно уже ясно, что фантастики не существует. Пиши в комментарии свои мысли, любознательный и отзывчивый зритель моего канала. Ссылки на источники, как всегда, в описании к ролику. До новых встреч! Тем не менее, призывы властей были проигнорированы частью религиозно настроенного населения. Тысячи мусульман собрались сегодня на Красной площади в ожидании грядущего, по их мнению, конца света. Православные верующие собираются на службы в храмах. Также сегодня прошел крестный ход на Новом Арбате. В связи с этим власти столицы еще раз выступили с просьбой не поддаваться паническим настроениям и сохранять... Субтитры делал DimaTorzok